Привет, меня зовут Стас Быков, сегодня поговорим про YouTube Shorts. Это короткие видео длительностью до 60 секунд. Посмотрим аналитику, расскажу несколько интересных фактов, ну и конечно же подведем итоги, стоит ли их сейчас использовать. Погнали! Shorts и короткие видео, их можно загружать как с компьютера, так и с телефона. Сейчас вы видите на экране мой мобильный телефон, и все короткие видео, которые вы загружаете на свой канал, они находятся на главной странице, видите, отдельный дополнительный раздел, который называется Shorts. А это у меня приложение YouTube, то есть тоже обязательно его установите себе на телефон. И здесь что мы можем сделать? Мы можем добавить короткое видео, просто нажимаем плюсик внизу. Дальше есть возможность создать Shorts, сейчас в бета-тестировании. Далее нажимаем создать, и здесь очень удобный редактор. Сейчас дальше по ходу видео я вам покажу статистику своего ролика, который специально загрузил под YouTube, то есть специально вот с мобильного телефона прямо записал. Итак, здесь мы видим, что есть кнопочка записи, и тайминг 15, когда мы кликнем на 15, есть 60 секунд. Далее, мы когда держим кнопку записи, у нас идет запись сцены, потом отпускаем, видите, она остановилась. Потом дальше, снова держим, следующая сцена идет, отпускаем, и далее, снова держим, идет запись, отпускаем. Таким образом у нас создается видеоклип, который мы можем редактировать по цвету, по таймингу, тут поменять камеру. Вот смотрите, раз, видите, теперь видно меня. Поменял обратно, и далее вот здесь справа нажимаем галочку. Галочку записи, у нас идет запись сцены, потом снова держим, следующая сцена, снова держим, идет запись. Все, как вы увидели, все получилось, да? Ну и дальше у нас будет с вами публикация. Здесь, конечно, можно добавить текст, видите, внизу. Добавить фильтры, добавить какие-либо элементы на видео, и дальше у нас идет обычная публикация, то есть добавляем название, открытый доступ, видео не для детей, в моем случае, и нажимаем загрузить, загрузка идет на канал. Далее, когда вы загрузили, то начинается данный видеоролик подхватываться алгоритмами YouTube, но не теми, которые работают с обычными роликами, все-таки это отдельная специфика для YouTube, это шорс, это короткие видеоролики. И здесь, давайте сразу перейдем тогда на мой канал. Вот так вот. Вот у меня ролик, который я выгрузил 3 дня назад, там сейчас 1800 просмотров. Это шорс, 52 секунды идет. Давайте посмотрим статистику этого шорса, вообще в целом, как этот шорс выглядит. Это в счет дизлайки, но авторы канала их видят, и также есть возможность вам увидеть дизлайки на любых других видеороликах, вот посмотрите. То есть, я здесь рассказал за 51 секунду, как увидеть дизлайки. Вы же сейчас знаете, что их везде отключились. То есть, я сейчас тоже не вижу. Вот я зашел на страницу просмотра видео, у меня есть лайки, и я не вижу дизлайки. То есть, тут только написано «не нравится». Опять же, с главной страницы я это вижу, сейчас я обновлю, потому что я использую приложение VidaEQ. Я о нем много раз уже говорил, вы тоже можете себе его установить. Видите, он не всегда, а пишка срабатывает, то есть, подхватывает эти данные. Я надеюсь, что YouTube не будет закрывать такую возможность. Видите, вот появилось 166 и 18 дизлайков. То есть, я у всех роликов вижу дизлайки. Поэтому, если вам тоже это интересно, посмотрите обязательно этот шорс. Итак, у меня здесь оптимизация, только название. Я специально не делал теги, не делал описание. Комментарий тоже написал только без ссылки, просто подписывайтесь на канал. И здесь, в принципе, активность есть. То есть, но вы сейчас увидите, откуда она идет, потому что мы разберем с вами типы источников трафика. Итак, перешел в творческую студию. Вот этот шорс. Захожу в аналитика. И сейчас давайте с вами глянем за все время с момента публикации. То есть, 20 ноября. Итак, у нас есть 2000 просмотров. Видите, сейчас даже, кстати, трафик еще больше пошел. Сейчас мы посмотрим по типам источника трафика. Время просмотра 16,5 часов. Два подписчика принес. Но дохода здесь нет. То есть, шорсы в данный момент не монетизируются, как обычные ролики. К сожалению. Но у Ютуба есть фонд, который он выделяет на год. То есть, самые успешные авторы, которые делают популярные ролики, конечно, получают за это вознаграждение. То есть, мотивация автора происходит. Поэтому тоже подумайте. Возможно, вы хотите снимать шорсы и на этом тоже зарабатывать. Поделитесь своей статистикой. Конечно, там доход небольшой. Я вот сколько знаю, за миллион просмотров, около 10 или 20 стилей, 100 долларов. Эту информацию уточню и в следующем ролике я вам обязательно скажу. Итак, мы видим средняя продолжительность 29 секунд. Около 60% удержания на данном шорс в режиме реального времени. Вот информация есть. Давайте на нее обратим внимание. То есть, мы видим данные за последние 60 минут. Давайте посмотрим, откуда же идет трафик. Поиск ютуба. Дальше фид, короткие видео. Конечно же, в идеале, если мы хотим много просмотров на коротком видео, нам важно, чтобы тип источника трафика, короткие видео был на первом месте. Потому что это рекомендательная система ютуба. И вот здесь как раз скрыты все эти большие просмотры. Дальше функции выбора контента. Это главная страница и фид подписок. То есть, подписчики смотрят. Адресная строка, другие страницы. Ну, там уже маленькая доля просмотров. Что интересно. Я много раз уже замечал, что мой канал больше продвигается под поиск, под SEO, оптимизацию. И даже это видно на коротких видео. Видите? 50% это поиск на ютубе. Причем, очень интересный поиск. Давайте вместе сейчас его сделаем. Для этого нам нужно перейти на ютуб. Мы здесь нажимаем с вами дизлайки на ютубе. Ну, я написал ключевой запрос в тематику данной видеоролики. Я там рассказал про дизлайки. Так, сейчас оно так, как оно короткое. Конечно, конкурировать ему будет сложнее с другими роликами, которые есть. Но, тем не менее, смотрите. То есть, есть ролик. И самое интересное, что он индексируется по субтитрам. То есть, обратите внимание. Вот. 0. Давайте я увеличу даже. Вот. 0. Ключи, дизлайки, но авторы канала их видят так же. Видите? Это я говорю. То есть, там нет вообще никаких метаданных, кроме названия. Название. Как посмотреть дизлайки на ютубе. И мы видим, что ютуб в description, в описании подставил субтитры. То есть, мою речь. То, что я говорю. Субтитры эти конфигурированы автоматически. То есть, они сами созданы. И мы видим, вот автоматически созданы субтитры. 0.0.0.0. И как раз те фразы, которые я проговариваю, они являются метаданными. Они являются ключевыми словами. Вы понимаете, что это значит? То есть, теперь, конечно же, не обязательно делать описания. Не обязательно делать теги. Конечно, я бы рекомендовал как SEO-специалист. Потому что это улучшает индексацию. Не только в ютубе, но и в Яндексе и Гугле. Но мы видим, что ютуб теперь охватывает и субтитры. Поэтому их нужно использовать. Ну и далее, конечно. То есть, давайте еще статистику с вами посмотрим. Это за последние 60 минут. Мы сейчас перейдем в вкладку просмотры. Как вообще контент распространялся от функции выбора контента. Это главная страница. И подписчики. Поиск на ютубе. Видео начал расти. Далее. Фид. Короткие видео. Адресная строка. Закладки. Неизвестные источники. Страницы канала. Внешние источники. Рекомендуемые. Ну, рекомендуемые. Мы видим мало. Все-таки фид. Короткие видео. Побольше. Да. Но преобладает все-таки главная страница. И поиск на ютубе. И подписчики. А далее. Что еще хотелось бы вам сказать. То, что мы можем посмотреть источники трафика. Такие как внешние. То есть, гугл серч. То есть, поиск из гугла. Эти ролики также индексируются. Далее. Откуда пришел трафик из рекомендуемых видео. Спуск по льду. Как найти человека по фото. Это все не мои видео. Когда поставил еду в микроволновку. То есть, видите. Интересно. Да. С каких тематик заходит. Конечно же, это выход далеко не на целевую аудиторию. Это более широкая аудитория. Которая не заинтересована в вашем контенте. И в этом случае понятно, что может страдать удержание. Ну, как правило, мы и видим. Вот 18 секунд. Да. Спуск по льду. Дальше. Как найти человека по фото. 27. Дальше. Про телефон 24. Где-то есть больше удержания. Где-то меньше. Но мы сами понимаем, что выход на широкую аудиторию. Не дает нам так вот эффективно. Большую конверсию. Ну, вот поиск на ютубе. Как увидеть дизлайки на ютубе. Ютуб дизлайки. Дизлайки. Ютуб дизлайк. То есть, видите. Через поиск также идет хороший трафик. По взаимодействию. Ну, в принципе, 30 секунд в среднем. То есть, у меня образовательная тематика. Конечно, далеко не каждый автор это смотрит. По аудитории. Постоянные зрители. И есть новые. Да. Вот новые зрители. То есть, изначально, когда я выгрузил видеоролик. Постоянных было больше, чем новых. Но постепенно мы видим, что новые стали преобладать. Над старыми. Над постоянными зрителями. И это очень хорошо. То есть, сначала активность дали те подписчики, которые уже были. Вот мы видим с подпиской 66%. Без подписки 34%. И сейчас ролик выходит уже на новую аудиторию. Но дохода здесь нет. То есть, таким образом мы с вами понимаем, что в принципе можно записывать ролики. Я даже у себя на канале. Давайте вот мой канал зайду. Во вкладке сообщества. Проверяю чаще эти моменты. И выписал интересные факты. После того, как проанализировал все, что я сделал. То есть, короткие видео есть в органическом поиске. Проговорили только что. Метод данных у видео из примера только название. То есть, не обязательно теги и описание проставлять. Возможно, даже это будет хуже для распространения ролика. Поиск по слову дизлайк идет из субтитров, созданных автоматически на языке оригинала. Большая часть трафика это главные. И подписчики это у меня. Можете поделиться своей статистикой. Написать, откуда у вас идет трафик, когда вы выгружаете короткое видео на основном канале или на канале, который специально создан для шорт. Сказать об этом мы в следующем ролике поговорим, чтобы не пропускать. Обязательно подписывайтесь на канал. И также на коротких видео нельзя включить монетизацию через встроенную рекламу. То есть, нельзя. У меня отключена функция включить монетизацию. Можно только получать деньги из фонда. Но это только для популярных видеороликов, которые набирают миллионы, миллионы и миллионы просмотров. Поэтому такие вот мысли. То есть, вот такая ситуация у нас сейчас с шортсами. Да, конечно, можно выходить на новую аудиторию. Можно набирать подписчиков. То есть, потому что за счет охвата, за счет того, что алгоритмы немного по-другому работают, мы с вами привлекаем. Но нужно понимать, как создаются эти шортсы. Как сделать так, чтобы удерживать внимание. Потому что первые три секунды, они очень важны. Вы же сами понимаете, как в шортсах все устроено. То есть, очень быстро с телефона. Люди делают свайпы. Да, вот так раз, раз, раз. И если вы их не привлекли в первые три секунды, то, конечно, они перелеснут дальше. Поэтому, в принципе, что я могу сказать. Ютуб шортс можно потестировать и на своем основном канале, но не часто. То есть, раз в неделю попробуйте. Возможно, это как раз будет выход на новую аудиторию. В принципе, как мы с вами увидели, ну, процентов сколько там? 30-40, да, трафика было не от подписчиков. Из-за рекомендаций. Я считаю, что это хорошо. Тем более, есть информация, что статистика по шортсам, она собирается в отдельную статистику. И очень скоро Ютуб должен сделать статистику отдельно по шортсам. То есть, она не будет портить вашу основную статистику. Поэтому, ну, раз в неделю, я думаю, можно попробовать разместить, чтобы поддерживать интерес на вашем канале основном, да. Но, тем не менее, я также хочу создавать отдельный канал о Ютуб шортс. И там будут только шортсы. То есть, те ролики, которые я специально делаю под короткий формат. И будем смотреть, как это продвигается. Тоже, чтобы не пропускать, обязательно подписывайтесь на канал. То есть, я своим мнением поделился. Вот, я Ютуб шортс выгрузил 3 дня назад. Вот такая на данный момент статистика. Можете поделиться своим мнением в комментариях. Если видео было вам полезным, обязательно ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео из этой серии. А с вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока-пока.